Как помочь пережить непростые времена? В южных регионах России действует сразу несколько программ господдержки. Субсидии выдают и тем, кто хочет открыть свой бизнес, и тем, у кого, например, уже есть свое небольшое хозяйство. Недавних пор стали даже выделять участки земли, на которых можно бесплатно выращивать картофель и потом делать запасы на зиму. Как это работает, узнавала Елена Пич. Детвора с удовольствием выбирает из земли картофели, а взрослые удовлетворенно считают наполненные мешки. Сотни семей горожан приехали на поле под Астрахани, чтобы собрать свой урожай картофеля. У меня было такое море восторга, я просто сейчас визжала. Когда мы выкопали первый куст, вы видели вот эти клубни большие. Когда цены в магазинах растут, новым способом сэкономить оказалась немного подзабытая старая привычка – самим выращивать овощи на зиму. Проект региональных властей «Накорми себя сам» неожиданно оказался очень популярен. Еще весной в районе граничащем с Астрахани распахали поле в 20 гектаров и предложили всем желающим посадить на нем картошку. Полив, прополку и даже охрану в течение всего лета взяла на себя администрация района. Участниками проекта стали 550 городских семей. Мы получили две сотки. На этих две сотки мы затратили 42 килограмма картошки. Это где-то обошлось 500 рублей. Это вообще мизерно, я хочу сказать. Больше ни на что мы не потратили. Очень хороший был полив. Кто-то, говорит Мария Солдатова, приезжал, чтобы самому обработать посевы химикатами, другие наведывались, чтобы убедиться, что все в порядке. Но хлопоты расходов, признаются участники проекта, было значительно меньше, чем если бы выращивали картофель самостоятельно. Осенью горожанам осталось только собрать урожай, которым теперь могут распорядиться по своему усмотрению. Вот я всегда на зиму брала себе где-то на семью 2 мешка картошки. Мы собрали уже 8 мешков картошки. Поэтому как бы вот значительно. Я знаю, что я раздам своим знакомым, родным эту картошку. Они тоже будут обеспечены на зиму. На юге России действуют и еще несколько проектов, участники которых могут получить небольшую финансовую поддержку от государства. Уже два года поголовье на своем птичьем дворе Татьяна Шабанова считает сотнями. Первоначальный капитал на развитие она получила через службу социальной защиты населения Волгоградской области. На небольшую, в общем-то, сумму единовременной выплаты 35 тысяч рублей они с мужем закупили домашнюю птицу. Она и стала основой нынешнего благосостояния их семьи. Это было очень хорошей помощью для нас. И мы дальше развиваемся. Каждый год берем новых утят, цыплят. И так вот до Нового года все это реализовываем. Потом весной все заново. Условия социального контракта, по которому она обязалась не потратить государственные деньги попусту, Татьяна выполнила. Мясо птицы, козье молоко и домашний сыр. Спрос на продукцию ее небольшого хозяйства есть. И в будущем она планирует увеличить поголовье. Вот так будет у меня вдоль окна стоять педикюрное кресло, шермочка. А здесь уже будет вот стоять мой рабочий стол. Ремонт уже заканчивается, и мечта Ирины Косицыной сбудется через считанные дни. Собственный маникюрный кабинет – крошечный, но свой бизнес. Жительница небольшого райцентра. Она так и не смогла найти работу экономиста. Но когда как безработная стала на учет в центре занятости, ей предложили защитить бизнес-план и получить единовременную помощь, чтобы начать свое дело. 60 тысяч тоже, так скажем, немалые деньги. Для меня, допустим, с моим семейным положением, у меня двое детей, мне бы от семьи было бы трудно оторвать эти деньги. Да, конечно, государство мне, я считаю, хорошо помогло. Именно такую помощь, когда людям дают своеобразную удочку, специалисты называют самым эффективным способом государственного субсидирования. Только в этом году в Астраханской и Волгоградской областях благодаря проектам целевой господдержки тысячи людей смогли сделать свою жизнь лучше. Сами. Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал.